В 60-е годы при разработке новой боевой техники непременным условием была возможность стрельбы ракет. Например, боевые машины пехоты БМП и боевые машины десантные БМД в составе своего вооружения обязательно имели пусковые установки для противотанковых управляемых ракет. Это было не просто дань моди. Кумулятивные боевые части ракет в 2-3 раза превосходили по бронепробиваемости танковые бронебойные снаряды. Да и вероятность поражения возросла в те же 2-3 раза. Поэтому вполне логичным на тот момент выглядело появление вот такой боевой машины. Ее создали на базе серийного танка Т-62. Основным оружием являлся противотанковый комплекс с управляемыми ракетами «Дракон». В 68-м году машину приняли на вооружение под обозначением ИТ-1. Истребитель танков первый. В боекомплект ИТ-1 входило 15 ракет. 12 из них находились в механизированной укладке. Перезарядка происходила автоматически. Боевая часть ракет оснащалась кумулятивным зарядом. В движении прицел оператора и пусковая установка стабилизировались. Управление происходило по радиоканалу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...